всем добрый день это видео будет интересно тем кто придерживается принципов правильного питания и тем кто следит за своей фигурой и хочет разнообразить свое меню я хочу предложить вашему вниманию овощное блюдо рататун это блюдо очень вкусная ароматная сочная а самое главное полезная и низкокалорийная для приготовления потребуется 2 баклажана 2 кабачка 4 средних помидора 1 крупная луковица 1 красный болгарский перец 200 грамм брынзы слабосоленой например такой как парижская буренка 2 зубчика чеснока петрушка и 2 столовые ложки растительного масла а Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Итак, чтобы приготовить блюдо, я подготовила все продукты. Нарезала кружочками кабачки, баклажаны, кружочки толщиной полсантиметра, можно чуть больше, как вам нравится. Брынзу нарезала тонкими пластинками, насколько это возможно было, так как эта брынза очень нежная, ее не так просто нарезать. Дальше нарезала помидоры также кружочками и приготовила сразу овощи, которые нам потребуются для приготовления заливки. Это будет кубиками нарезанный помидор, болгарский перец, лук, нарезанный полукольцами и измельчила чеснок. Петрушка нам потребуется уже в конце, когда блюдо будет готово для украшения, ну и для аромата, придания и вкуса. Я взяла антипригарный противень, налила на дно одну столовую ложку растительного масла. Теперь буду выкладывать овощи. Продолжение следует... Я уложила овощи в противень, чередуя в таком порядке баклажан, кабачок, помидор и брынза. И так, пока не закончатся все продукты. Овощи подготовили. Согласитесь, очень красиво, аппетитно выглядит. Но хочу вас предупредить, что в процессе приготовления овощи станут мягкими и осядут. Но, уверяю, это не отразится на вкусовых качествах блюда. Теперь я буду готовить соус. Я нарезала два оставшихся помидора и болгарский перец кубиками, лук полукольцами, измельчила чеснок. Теперь все эти продукты переложу в кастрюлю и немного протушу овощи. Продолжение следует... Продолжение следует... Овощи для соуса у меня немного прокипели. Буквально 5 минут этого достаточно. Больше не нужно их кипятить. Я перебила их в блендере. Если вы любите кусочками, можете оставить так, как вам нравится. Это не играет никакой роли. То есть, как вам нравится, так и делайте. Теперь я добавлю сюда немного соли. Я добавляю буквально пол чайной ложечки. Не забывайте о том, что блюдо у нас диетическое. Поэтому мы должны помнить, что используем минимальное количество соли. Тем более, учитывая то, что сыр у нас солоноватый. И сюда же я добавлю одну столовую ложку оливкового масла. Можно использовать подсолнечное, но я буду использовать оливковое. И все перемешаю. Все тщательно перемешаю. И можно будет заливать подготовленные овощи. Итак, соус готов. Будем заливать овощи. Аккуратненько, рядочками. Оно потихоньку само распределится. Я залила овощи соусом. Теперь буду накрывать противень фольгой. Накрываю фольгой. И теперь я поставлю в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекать на 30 минут. Прошло полчаса. Я достала противень из духовки. Теперь сниму фольгу. Вот что у нас получилось. Если вы видите, тут образовалось большое количество сока. Теперь я вновь поставлю противень в духовку, чтобы дать возможность испарить с этой жидкости. Прошло 30 минут. Я достала блюдо из духовки. Лишняя влага выпарилась. Блюдо готово. Очень жаль, что камера не передает этот изумительный аромат. Теперь сверху я посыплю петрушкой. Всё. Можно подавать, пробовать и наслаждаться. Это блюдо привлекает не только из-за своих замечательных вкусовых качеств, но и из-за своей полезности и низкокалорийности. Ведь в 100 граммах готового продукта содержится всего 60 килокалорий. Поэтому для тех, кто переходит на правильное питание, это блюдо настоящая находка. И смело можно вносить его в своё меню. Тем, кто переходит или только думает перейти на правильное питание, предлагаю подписаться на мою страницу в Facebook, на канал YouTube, где я даю рекомендации по косметическому уходу, правильному питанию и многим другим женским вопросам. А также провожу индивидуальные консультации и обучение. Место вашего проживания не имеет значения. Консультации и обучение проходят в режиме онлайн, через Skype, Viber или WhatsApp. Давайте вместе сохранять здоровье, молодость и красоту. А я желаю вам удачи. Будьте здоровы, красивы. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok